Липецку привет, как вас зовут? Меня зовут Светлана, мы всегда с удовольствием отдыхаем здесь. Анапа, привет! От души, приезжайте к нам в Анапу, вот Липецку у нас нравится. Да, супер все! Мне так нравится, у вас Светлана представила себя, только тебя как зовут? Маша, Михаил. И? Андрей. Вам всем хорошего отдыха, ребят, от души. Спасибо. И морюшка, красота, ребятки. Подходим к первому проезду, вот такой вот начал, у нас сегодня будет от моря и до выхода. Обзорчик на первый проезд, давно просили, вот мы вам покажем. Людей на пляже немного, потому что сегодня купание запрещено. И вот я пообщался с спасателем. Здравствуйте. Хорошего отдыха, ребята? Так, да. От души, везде наши люди, это вообще приятно. Смотришь по сторонам и душа твоя радуется, что столько довольных людей в наших пляжах. И те, кто боялись, что мест не хватит, вот пожалуйста, смотрите. Ну, повторяюсь, поговорил со спасателем, он говорит, что мы пресекаем сразу, не даем людям разгоняться. Хотя, вот видите, чуть отходим, здесь контроля поменьше. Вон, мужик уже ушел куда-то очень далеко. Сегодня южный, юго-западный ветер, он под углом у нас вот так вот идет, упирается сюда, создает критические массы воды, возможно, возникновение тягунов. Также есть боковое течение. Поэтому будьте бдительны, ребят, потихонечку, полегонечку, конечно, купайтесь под бережком и желательно под конкурентом. Детей от них вообще отпускать нельзя. Правильное положение ребенка, это между вами и берегом. Вы спиной стоите к морю и контролируете купание своего ребенка. Ух! О чем мечтают девчонки, говорится? Вау! Хе-хе-хе, попрыгать-то так. Все, ребята, у меня мечта. Надо худеть, правда, потому что она и так на все резинки была зацеплена. Это вообще в основном для детей. Ну, как говорится, когда взрослому очень хочется, то там папа с ребенком сидели и ждали, пока мама попрыгает. Вот такие вот моменты происходят. Лежачки на том пляже были по 300, на этом по 400 стоимостью. Мы подходим уже к первому проезду и заходу непосредственно в само джемоте. Морюшко, можете видеть, здесь чистенькое. 25,3 температура воды. Девушек красивых много. Мужчины тоже присутствуют. Хе-хе-хе. Это у меня все хорошо. Передает привет кому-то с котами. Да ладно. Прямо вот настолько все красиво. Вообще отлично. Ой, как тут красиво все оформили, ребята. Первый проезд. Ну, мальчик потерялся. Вот так вот со спасателем ходят ищут. Итак, друзья, я вас искренне прошу, пожалуйста, будьте внимательны и не рискуйте своей жизнью, пожалуйста. Мы с вами посмотрели первый проезд, как выглядит море. Здесь оно, в принципе, хорошо. Машите ручкой. Как зовут? Откуда? Ирина, Лариса, Шлиссенбург, Ленинградская область. Хорошего мода, Ходишенко. Спасибо. Не рискуете только, хорошо? Конечно. Все. И пойдемте прогуляемся непосредственно по берегу. Посмотрим, что здесь есть интересного. Я так понял, что это бесплатные качели поставили. Очень круто. Лежаки 300 рублей. Круто. Омску привет. Очень рад вас видеть. Также, как вам отдыхается? У нас сегодня печаль. 7 часов поезд. Ну, отдохнули как? На 5 плюс, там мы на десяточку можно отдохнуть. В следующем году вас ждем? Обязательно. Ну, жената в любом случае. Я всегда каждый год езжу. А то есть, можете больше с тобой девять. А зачем со своим самоваром? Правильно? Я с вами согласен. Нет. У меня не всегда отпуск так попадает. Да. У них летних отпусков. А я сейчас напрягался, что попадает. Он еще до пенсии не доработал. Он до пенсии не светит. А до сих пор, ребят, спасибо, что смотрите. Хорошего вам отдыха. Всегда. И легкой дороги домой. Одна же хорошая. Спасибо. Маши ручки, как тебя зовут? Лиза. А откуда ты? Извинемся. Тебе нравится у нас? Да. Скажи, приезжайте все на отдых в Анапу. Приезжайте все на отдых в Анапу. И мочи петюню. Давай. Хорошего отдыха. И бабушка смотрит еще. Хорошо. Вот это круто. Так, лежачки по 300. Бесплатные качели, озеленение. Все, увидели, все. Посмотрели здесь что-то еще. Кто так понимаю, будут добавляться таблички. Кстати, за претрубание стоят. Здесь туалет 30 рублей, душ 50, мой канок 10 рублей. Стоимостью и выходим постепенно из пляжа. Мне, честно, вот кажется, даже там людям не 10 рублей там за мойку ног жалко, а то, что надо с собой деньги вообще на пляж носить. Потому что многие ходят без них. Два настила, по которым можно пройти. Детки выходят. Чуть-чуть такая приездничает. Бывают у всех по-разному. Тут также косички. Там сверху есть зона отдыха, на которой можете воспользоваться. С мешками по вечерам. Я думаю, здесь прикольно все будет. И мы доходим уже до дороги. То есть вот настолько близко от Джимате сам поселок находится к пляжу. Здесь вовсю готовится открытие «Мама миа». Это сеть анапских столовых. Я думаю, вот-вот-вот-вот, и ребята уже запустятся. И будут вовсю работать. С левой стороны есть шашлычки. Тоже столовая. Бар также здесь имеется. Я делал более подробные в начале сезона обзоры на все эти заведения. Показываю вам, что где тут и почему. Сейчас можно, так сказать, не сильно акцентируясь с вами прогуляться. Просто показать, как это сейчас выглядит. Сегодня у нас на календаре 30 июня. Последний день первого месяца лета. И время 2 часа дня. Вот столовая у нас новая. Там много людей стоит. Радостные лица отдыхающих, покупающих, продающих. Всех, кто наполняет эти места в Диматэ. Кубанская кухня. Это столовая «Полянка» называется. Тоже хорошее заведение. Я ел здесь во всех столовых. Ребят, наверное, может быть, по-моему, юбилейный. Но обзор на нее тоже делал, снимал. Поэтому могу советовать абсолютно любую. Во всех вкусно. Любимая столовая с правой стороны. То есть, вот везде вроде бы все хорошо. Последний, самый такой крутой кассовый обзор у нас был на столовой, который находится на виноградной. Сейчас мы до нее тоже дойдем. Товары, услуги. Всего очень много. День добрый. Слушай, вообще прекрасно. Лето идет. Осталось еще 2 месяца. Благодаря вам и всем остальным. От души. Спасибо. Вроде нет связи. Смотрим. Очень много разных вещей. Здесь кожаные изделия ребята продают. От души советую. Очень хорошее качество. Отличные отзывы. Если вдруг что-то будете брать. Сам с таким ремнем, как у них проходил. На подарки прямо очень круто будет. Ну, и куча всего. Слева шаурма. Выпечка, друзья. И пиво. Риба. Кстати, они уже нагрузили холодильник. Разными вкусняшками. Можете разглядеть. И фрукты, овощи. На 50% без одежды уже. Мало денег дают, да? На всех не хватает. Так, ребята. Вкуснотища. Самые вкусные фрукты. Итак, огурчики. Огурчики 70 рублей. Очень вкусные. Местные. Шикарные огурцы. Уже грунт встали. Ага, дальше. Помидоры по 100 рублей. Такой парадайз. 120 рублей. Овощи вот это. Овощи, картошка 60. Это все по 60. Перед 180. Мелкая картошка 60. Зелень по 20. Кстати, зелень домашняя. Очень отлично. Дальше. Викторинчики, абрикосики. Все по 150 рублей. Черешки. 150-200. Ягодки по 70 рублей. Курника 200 рублей. Килограмм. Это тоже по 30. Только по лакам 300. Ларви такие красивые. По 300 рублей. Вот это? Это 300 рублей. Это Валерий Чкалов. Стал в дарвусок. Ага. Узбекский торпедал. 100 рублей килограмм. Арбузы, кстати, местные пошли шикарные. По 50 рублей килограмм. Местные уже? Да, местные. Бананы абхазские. Абхазские? Да, ладно. Все, хорошая работа. Спасибо. Да, самое главное, ребята. Он уже готов к встрече с вами. Дети идут на пляж. В общем, везде красота, ребятки. Все работает, все прекрасно. С левой стороны столовая. Могу советовать ее. Делали обзорчик. Очень хороший персонал там. Коста Альта называется. С ней музычка. Людей, смотрю, там достаточно кушают. Это улица Виноградная. Направо прошла. И здесь база отдыха спортивная с левой стороны находится. Джаник, ты что? По дорогам ходишь? Машинам ездить мешаешь? Сейчас лучше. Здесь специи. Магазинчик открылся. И здесь еще одна столовая. Ну, давайте одну покажем, потому что на эту столовую я еще не делал обзор. Потому что здесь она запустилась позже всех. Так вот выглядят все вкусняшки, которые есть. И по ценам все видно. Прямо большие цветы, чтобы можно было все разглядеть. Это очень круто. И как это выглядит. Снизу. Аромат восхитительный. Очередь есть. Люди заказывают. Есть контакт. Ай, сколько вкусняшек, ребята. С кассы, пожалуйста, по карте оплатить можно. С левой стороны здесь узбекская кухня. И пиццы готовят. Вот, что создает аромат. И цены на пиццы. Ой, у меня слюни потекли. Надо Анатолия звать, брат. Надо готовить. Слушай, не хочешь плов завтра? Нет. Так, это у нас Ромео кафе называется. Здесь узбекская выпечка. Давайте посмотрим, по чем стоит у них. Самса здесь ел просто огнище, ребята. Могу советовать. Очень вкусно. Вот так вот оно выглядит заведение. Здесь делают шаурму. Справа страница гриль и бар работает. Здесь жар-пицца. Тоже заведение очень интересное. Ну что, ребятки, если вдруг вы где-то что-то ели, пили, пробовали, пишите обязательно. Это будет прям очень интересно. Джимотэ, как говорится, мы скучаем постоянно. Потому что не успеваем здесь побывать. Но вот сегодня это получилось и очень хорошо. Еще тут только не продается, на самом деле. Жалко, конечно, что соцсвязи у нас беда. И, как говорится, это не от нас все зависит. Здесь Б-52, рядышком шашлычки готовят мужички. Ну и столовая, честно, в этом году делала обзор. Одна из самых популярных, наверное. Вот эта там очередь какая стоит. Также раздвинутые на пинточке. Пришли мы, друзья, на перекресток с улицы Песчаной. Первое правительство очень часто называют Песчаная. Правострально-гостевой дом Ева. Много людей. Несмотря на то, что жара. Вот такая красота, ребятки. Орешки. Вот, короче, я вот все, что только видел, все это продается годами. И люди это, самое интересное, все покупают. Вот, это очень классно. Здесь тоже что-то типа столовая. Еще не насобирала? Почему? Слушай, говорят, с прошлого года тоже собирала. И до сих пор, настолько жадные мужики. Мы сейчас без бабла подкинем, я еще не переживаю. Хорошо. Фрукты, овощи, ребятки. В общем, девочка собирает на сиськи. Два года уже. Сколько же эти они стоят? Я не знаю, мне прям интересно. Честно, становится как-то жарковато. В прогнозе было 23. Друзья, это на самом деле прям напрягает. 29,9. Прикольная, кстати, разница на самом-то деле. Так, у нас тут еще тоже наш друг торгует овощами. Сейчас у него спросим. Смотри, сколько людей перебегает через дорогу в Джамате. О, его нету. Уехал. Здравствуйте. А где ваш муж? Здравствуйте. Ну, ладно. Печалька. Здравствуйте. Спасибо большое. Покупаем только здесь. Фрукты, овощи всегда свежие. Обязательно. Хорошая работа. Пошли. Ой, у нас 88 секунд еще стоять. Смотреть. Пойдемте-то заглянем. Здесь еще рядышком шашлычки продает интересный мужичок. Здесь смотрим, друзья. Всякие вкусняшки, шашлычки. Шашлычник куда-то пропал. У него в холодильнике все аккуратно тоже лежит. И говорят, что вкусно готовят здесь. Очень вкусно готовить эту шашлычку. Конечно, можете приходить тоже пробовать. Красота. Так, ребята. С той стороны находятся сетевые магазины. О, здесь уже мясо появилось. Магазин Ого. Столовая, кафе. Там это Лабратор называется. Господи. То, что я так назвал. Кафе Клим. И все остальное. Что вам только надо. Если где-то гуляли, тусили. В джимоте на первом приезде. Пишите. Мы же по напитку сейчас бахнем. Класс будешь? Да, давай. Какой? Продолжение следует...